привет всем с вами снова Денис Рем сегодня мы делаем тест-драйв нового Porsche Cayenne и не просто тест-драйв, а сравнение с дорестайлинговой версией а Привет, Денис. Очень приятно, что ты приехал сегодня к нам на тест-драйв и сделать сравнение. Да, я приехал с удовольствием с большим. Бампер поменяли, что подождать? Я вот заметил еще, что даже в этой версии, я хотя почти был уверен, видишь, стоит обычная галогенка. Да, но это дальний свет, нет? Это дальний свет. Подожди, дальний свет, биксенон у него стоит, я когда моргал, включался. Да, включался чуть-чуть этот, то есть и этот, и вот этот. А, то есть двойной. Да, и вот она горит почему-то до сих пор все равно таким желтоватым цветом, старым. Я вот немножко был, даже немножко... Так у тебя тоже такая же галогенка. Да, я думал, что в этой версии спустя два года они поставят здесь, как у Мерседеса. Ну да. Такой. Было бы красиво. Ну, ладно, будет чем удивить на следующий раз. Это точно. За лишнее тысячу десять. Фары стали квадратнее. Да. Решетка радиатора шире. Вон там активный обдув радиатора. Это когда двигатель считает, что ему слишком жарко, он не открывается и начинает охлаждать. И также, если на улице слишком холодная температура, он, получается, его закрывает, да, и быстрее нагревается двигатель. Да. И капот другой. Капот теперь идет не отсюда посередине, а здесь. Размеры не изменились вообще. Размеры остались те же. По-моему, зеркала стали больше. Если мы удаляться будем сейчас уже от переда, или это оптический обман? Может, за счет этого? Может, за счет этого, нет? Наверное. Кстати, да. У тебя же поворотник теперь перешел в другое место. Да. Здесь нету. Мне вот не нравился этот поворотник. Казалось постоянно, что американская версия. Знаешь, у американцев катафоты постоянно стоят по бокам. Ну да. Хотя для тех, кто стоят рядом с тобой, этажом ниже, они видят его. Они видят его, да. А вот этот, это надо уже наверх посмотреть. Согласен. С этой стороны, да. С этой стороны, да. Под капотом? Под капотом. Давай. Откроем. Сколько у твоего лошадей? 400. У моего ровно 400. У этого 385. Момент не знаешь? Чей? Его. Здесь 850 ньютонов. Что у нового Каена? Каен С. Греется. Да, на самом деле, 4.8, 4.2. 4.8. Так вот новый Каен С, у него объем уже 3.6. Так. И цилиндров 6. 6. А у этой модели, по-моему, еще 4.8 объем. И V8. То есть, получается, они сделали его... Они его в объеме понизили. И в количестве цилиндров тоже. Но выиграли при этом 20 лишних ПС. У новой версии 420 лошадей. У этой 400. Ну, я не знаю, 20 лошадей лишних. У нас, я не знаю, насколько они будут реально ощущаться. Но, тем не менее, мотор будет меньше и объем будет меньше. Да, соответственно, будет расход меньше. Кстати, у новой версии расход 13. У S. У S. 13. Это максимальный? Это максимальный. По городу 10 и комбинированный 9.8. То есть, в принципе... 13-14 будет есть. Да, на пару литров поэкономим. Это факт. И в больших лошадях. Ну, посмотрим, как будут ходить эти моторы. Посмотрим, как будут ходить. Ну, и звук. Звук при этом, конечно, в поиске явно лучше, чем у дизеляки. Можно я закрою мотофор? А чем он тебе не нравится? Нет, почему? Все хорошо. Мне очень нравится. Меня все устраивает. Он очень быстро разгоняется. До этого у меня уже был AMG. AMG, да. AMG. У него только задний привод. Здесь все-таки чувствую, что машина стабильнее разгоняется. То есть, ее даже вообще не сонносят. Нет, очень хорошо. В принципе, в очередной раз я очень доволен. Ну, и перейдем к этой версии. Это дизельный мотор 4.2 V8. 850 ньютонов. Разгон 5.4 секунды до 100. Стоит такая версия от 68 тысяч евро netto. Здесь в Германии. Это немецкие цены. И расход... За сколько разгон? 5.4. 5.4? Я забыл сказать, что у новой версии Cayenne S у него разгон с 0 до 100 за 5.5. Да. Этот чуть быстрее. Почему? За счет ньютонов. За счет ньютонов? У него 850-х. Даже у Turbo 750 ньютонов. Понятно. То есть, это настольник, да? У него больше снизу тянет, потому что дизельный. Понятно. Ну, а базовая версия, это трехлитровый двигатель, шестицилиндровый. Тот же двигатель, что стоял раньше. Правда, у него лошадей больше. Тоже на 20 лошадей. У него стало 200... Нет, чуть меньше. 262 лошади сейчас у него. Вот. И разгон у него 7.3 секунды до 100. Расход, ну, в среднем 7 литров. Так заявляет Porsche. Посмотрим, как на самом деле будет. Ну, если так, как мы ехали сюда, наверное, расход будет значительно больше. Да, у этого максимальная скорость 252 километра. Мы сейчас проверили, то же самое он идет. То есть, я бы выжил полностью до конца. 250 и чуть-чуть. Причем, по-моему, я дышал постоянно тебе, не отпускаю. Ты заснял эту скорость? Да. Ну, ладно, поверим. А дизельный у него 240... 240 максимальная скорость. 246, что ли? 242, точно не помню. Вот. Ну, чуть поменьше. Турбо, конечно, бы едет 276 километров в час больше всех. 279. 279 даже. Да. Ну, видишь, я внутри километра. Да. И у него, кстати, остался такой же... такой же объем двигателя, как вот у старого Cayenne S 4.8. Тоже V8. Так же остался. Но, поскольку он битурбированный, у него он разгоняется с нуля на 100... Всего лишь, на самом деле, на секунду быстрее, чем Cayenne S. За 4,5 секунды. И расход у него... Не помню. По-моему, у него на литр, на литр, да, по 16, на литр больше, на литр, на два больше. Ну, в любом случае. Понятно. Да, сзади тоже есть изменения. Да? Изменилась полностью крышка багажника. Да, сзади хорошо поменяли. Получается, новые фонари сзади. Они более ровные, не смотрят вот так вот вниз. Я слышал, что многие говорили, что они смотрят как-то уныло. Знаешь, вот вниз вот так вот. А что радоваться? Наверное, сколько он жрет. Ну да, здесь все-таки пошли жидкокристаллические вот эти красивые полосочки. В виде 3D? Да. В 3D формате, можно сказать. И так же они идут, если заказывать передние фары, то они тоже идут в 4, да, вот таких вот пункта, как и передние. Да, давай надавлю на тормоз. Покажем, как он тормозит. Нету зажигания. Есть, да. Загорается 4 точки, это получается стояночный. А этот тормозной до тормоза. Ну и, соответственно, изменился бампер. Ты видишь, они его врезали теперь вовнутрь. Там он снизу, а здесь он теперь будет вот так вот, в бампере уже. Зато у меня остался хромовый лепесток. Да, здесь этого нету, согласен. Здесь идет просто... Еще у меня осталось вот это. Это придает оптически тоже пару интересных таких моментов. В парке-то может и уныло. А вот эта штучка, она как-то вот выпирает. Вот эта выделяется. В сочетании с алюминиевыми трубами. Вот такого спойлера не будет, его нету просто. Сейчас пока... Вот он есть. Вот раз, но его нет. На старой модели есть, на этой нет. То есть сейчас только такие спойлера. И ГТСовского тоже. Ну не старый, не старый. Скажем, дорестайлинговый. Зато, по-моему... Смотри, кому стекло больше? У этого? Или нет, мне кажется. Может, за счет спойлера? Нет, такой же. Что-то такая же, надписи такие же. Также в центре. Надпись не изменилась, да, вообще никак. Совет никак. Что хорошо. В багажнике тоже место, тоже самое осталось. Камера лучше стала. Камера заднего хода намного лучше. Она более четче, ярче. Ну, этого стоило ожидать. Ну да. У меня нет полкопа. Знаешь, чем меня багажник удивило? Немножко огорчил правду Порошака. Чем? У него очень мало места, в отличие от Мерседеса, где у тебя справа углубление, слева углубление. У него есть только слева, и причем, как, не знаю, потом покажем на камере. Видишь, здесь, собственно, что-то сюда положишь. Ничего, потому что там... Там, да, там все будет углубление. Вот здесь есть единственное углубление. Все, что кладешь сюда... Все болтается. Все болтается. Ну, тут ничего, кардинальных изменений нет вообще. То есть, ДНК автомобиля осталось то же самое. Скажем так, я говорю сейчас как обуватель. Ну да. Что? Я все сравниваю сейчас вот с последней моей машиной, с Мерседесом. Но? Многие знают, что в багажнике у Мерседеса, не только у С-класса, у других тоже есть такие выдвижные крючки, на которые очень классно вешать сумки, когда ездишь в магазин. Все, что угодно можно. Вот здесь они. Здесь ничего нет. Да. Они прямо здесь вот снизу выдвигаются. А здесь ничего нет. Здесь вот эти штучки. Я вчера ездил в салон Porsche. Так вот, там такая сетка с крючками, которые сюда цепляются, стоит 100 евро. То есть, просто сеть. Вот такая. И никаких больше других вариантов для крепления того, что у вас находится в багажнике, нет. Есть только ванночка такая резиновая, ну, типа коврика. Ну, понятно. Она стоит 200 евро, но толку от нее никакого, кроме того, что она не пропускает воду. И все. То есть, багажник для семьи непрактично. Не, ну, коляску сюда, если здесь будет все плотно, чемоданы, коляски, я не знаю, те же сумки с продуктами, и оно вот сжато все, да, тогда нормально. Но вчера у меня здесь было два пакета, и они помидоры, картошка. Они болтались, да? Такие вот дела. Такие вот обывательские замечания. А все, тут только крышка багажника, фонари и бампер. Ну, это такой небольшой рестайлинг, спойлер, да. Но спойлер, он останется такой. Крыша немножко стала. Или такая же. Не, она такая же. То же самое. Ничего не изменилось. Трубы. Трубы, да. Трубы кайфовые. При дизеле. Мне нравится, да. Не уверен насчет вот этой формы. Вот это. Ну, то что она как бы там внутри. Не знаю, может делать привычки. Мне пока вот так нравится больше. Вот так вот, да? Да. Квадратные. Ну, может, потому что я действительно это делаю привычки. Пока я привык видеть, у всех она висит вот так вот, да? Ну, да. У новых, по-моему, у X5 пошла уже такая тема, там они тоже все это встроили. Да, да, да. Ну, форму, вот и размер, главное, труд мне очень нравится. Вот эти у них отваливаются. Сочно. Постоянно отваливаются вот эти вот. Понял. Да, они просто падают. Вот не надо. Да, то же самое. Один в один, ничего не изменили. В механике, в технике. Моторы, если образно говорить, можно сказать, что они просто загнали в спортивный зал, подкачали его, потом... Надули. Помыли, да, и переодели. Что внутри? То же самое, панель. Панель, да. Такие же пепельницы. Да. Количество колонок. Все тоже болт стоит, да? Да. Ну, и, соответственно, руль изменился здесь. Они поставили 918-го спайдера. Как в Макане. То есть, они его не прямо поставили, он какой-то кривой. Кривой, да? Надо прямо оставить. Сиденья те же. Все те же, 2012-го года. Они даже... Нет, сиденья. Сиденья другие. Сиденья как в турбе. Да. Спортивные, да. И 18 в положении. Опять, еще, если к минусам перейти, про всех обывателей. Можешь такую рубрику сделать? В бардачке всегда классно, когда есть еще один прикуриватель. Что-нибудь еще подзарядить. Дополнительно зарядное настроение. Как, например, вот видеорегистратор. Да. Когда есть провода везде идут через весь салон, вот аж сюда, оно не прикольно. В Ауди, в Мерсе, здесь был именно 12-ти вольтный такой прикуриватель. И было удобно здесь вот через прошивку, вот из аккуратненького, привести сюда в бардачок. Здесь он заряжался. Ага. Вот. Что еще? Панорама та же. Кнопки те же. Вот здесь ничего не изменилось. Здесь тоже самая панель. Та же самая панель. Они изменили только дизайн. Здесь есть что-то новое? Вообще ничего. Ничего. И смотри, тоже этих нету, странно. Выбивки. Выбивки нету. Ну, это опциональная функция Home Link. Вот это, да. Я, кстати, сегодня поставил. Отличная работа. Отличная штука, да? Отличная работа. Классно. Вот. И, кстати, настраивать ее очень легко. А расскажешь? Расскажу. Очень просто. Здесь вот как бы три кнопки. Да. Это рассчитано на тех людей, у которых три гаража. Вот. Берете ваш пульт. Ну, возможно, рабочий гараж. Да, когда заезжаешь. Домашняя или любовница. Любовница. Или любовница, да. Так вот, держите одну из этих кнопок, которая вам нужна, не знаю, удобнее. Нажимаете, держите ее. И когда здесь загорается посредине красная лампочка, включаете кнопку открытия гаража на вашем пульте дистанционного управления. И вот так вот где-то на расстоянии там нескольких сантиметров держите одновременно эти две кнопки нажатыми до тех пор, пока поршик не моргнет мигалками, поворотниками. Как только он мигнул, значит, состоялась вот эта состыковка. Он запомнил параметры открытия, вот эти герцами, герцами, вот, и все, и работает. Ну, потом нажимаешь вас, подъезжаешь. Потом, да, пульт можно выкинуть, просто нажимаете на эту кнопку, и он самый открыт, причем издалека. Действует намного как бы с дальнего расстояния, чем пульт. Отлично. Ну, и появился обдув задних сидений. А, пойдем назад? Тут нету, по-моему, я здесь не видел. Ничего нет, да, не изменилось? Ну, там, как бы, ничего нет. Да, тут пусто. Да. Опа! Есть. Да, прикольно. Да, места становится больше. Можно подвинуть еще вперед, смотри, вон, рычажок вижу снизу. Ага. Уперся, да? Да. Ага. И там место для чего? Ничего там нету? Ну, сюда бутылка водки влезет. Турбо в Германии будет стоить... Нет, по-другому не надо. Нажми. Или ты ее уже... О! Турбо в Германии будет стоить 107 тысяч евро на эту. Считай, на полтинник дороже, чем остальные версии. Всем пофиг на кризис. Покупают. Покупают. Так что, получается, подождите, сиденья, что, они, получается, двигаются и... И так тоже? И так, и так, да. Красота! Примерно 1780 литров получается. А у меня тоже? Да. Именно у тебя. Тут, если не изменилось, то же самое остается. Остается. Все, оба-на! Видал, насколько? Не, ну, место тут не изменилось вообще никак. У тебя подогревое сиденье есть. И еще даже и ключик этот есть. И ключик есть, да, закрываться. Поехали. Покатаемся. В смысле? Тебя за руль посадим. Куда? Будешь говорить, как едет. К меня сюда. Ну, да. Субтитры сделал DimaTorzok Не, не получилось, да, костячно? Машин много не получается сделать. Да, зараза. Да, немецкие дороги, такие сельские, не предназначены для таких гонок. Но ты бы меня сделал. У меня же все-таки бензин. Ну, хоть что-то с нами. А так прикольно, да? Так очень прикольно. Чувствуешь его, как он едет? Знаешь, да, он вырывает быстрее, потому что он дизель. Понятно, да. Он с низов берет. И руль легче крутится. Да, ну, не знаю. Мне как раз именно нравится, когда руль тяжелее крутится. Потому что здесь как-то... Сидение у него... Тоже почувствовал руль. А шумоизоляция, все скажешь, то же самое. По-моему, ничего не изменило. То же самое. А дизельный двигатель? Слышишь его? Ну, да, есть разница. Есть чуть, да? Есть чуть-чуть, чуть-чуть точно заметно. Но шумоизоляция достаточно хорошая, я считаю. Да-да. И что у этого, что у того. Нормально, хорошее. Мне нравится. Можно и по телефону говорить. В принципе, делать все, что угодно. Единственное, что, конечно, вот эти сидения мне были неудобны. Вот эти вот спортивные? Да, спортивные. Комфортные лучше? Причем нет таких особо настроек, которые бы сильно раздвигало спинку. То есть эти комфортные как раз то, что надо. Я извиняюсь, Россия. Да. Все-таки он лучше. Ну, мое такое мнение. Он более красивее стал, нет? Кто лучше? Вот этот лучше? Это одно и то же. Не скажи. Дело, ну, не знаю. Я остаюсь при бензине. Нет, ну, это понятно. Оптически мне нравится, конечно, его фарки зада. Я за оптику говорю. Оптика. Перед нет, зад да. Такая попка. То есть вот это вот тебе не нравится, то, что расширение вот такое стало большое? Нет, мне оно оптически не нравится. Но это лично мое, мое мнение лично. И вот эти вот, которые поворотнички, мне вот все-таки... Вот тебе вот. Тебе больше нравится. Они ярче, они шире. Да, да. От них вечером и света больше, и заметнее как-то. А то, что капот здесь вот именно под фарой, а не вот такой вот... Ну, это дело вкуса. Опять-таки, те, кто... Ну, начинал же все с таких капотов, с треугольных. Ну, да. У Porsche. Здесь они расширяются. Я не знаю, за счет чего, зачем, почему. Могли бы такой же оставить. Аэродинамика, может, я не знаю. Кстати, видишь, так вот отсвечивает. Раз полоса идет, два полоса идет. То есть такой... В две, да? Есть или нет? Раз. Идут две, да. У тебя, по-моему, только одна. Да, посмотри. За счет того, что капот у тебя здесь идет вот этот вот. Да. Да, и вот вторая эти полоса. Ну, да. Не, ну, дизайнеры же они обязаны все равно что-то придумывать. Что-то новенькое. Согласен. То есть менять что-то надо в любом случае. Понятно, что следующая модель, она опять будет отличаться. Это нормально, это правильно. Надо ехать работать. Да, надо ехать дальше. Ну, вот такое вот... Вот такое вот сравнение вы увидели сегодня. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, посещайте канал Артема. Ссылку оставлю внизу. Пока-пока. Спасибо, Денис. Давай, спасибо тебе за то, что приехал. Ну все, я на такси. Да, давай. Спасибо большое за то, что ты посмотрел это видео до конца. Нажав тут, ты можешь посмотреть одно из наших последних видео. Либо ты можешь посмотреть наши плейлисты и увидеть там и услышать интересные информации об автомобильной жизни Германии. Также ты можешь подписаться на наш канал, либо перейти на наш сайт, где ты увидишь таможенный калькулятор России. Там полностью информация об автомобилях из Германии в другие страны. С вами был Денис Рэм. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...